Добрый вечер, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики. С вами снова я, ваш горячо любимый Ланзар. Сегодня мы продолжаем с вами прохождение видеоновеллы, надеюсь, уже вами полюбившуюся видеоновеллу Хроники Последних Дней. В прошлой серии мы с вами познакомились с еще одним персонажем Лиззи, который является, судя по всему, бывшей подружкой нашего главного героя Стивена, из-за которого, судя по всему, пострадало все население городка Ятон. И, как мне кажется, все-таки прошлая серия не совсем была посвящена Лиззи, поскольку всю историю мы наблюдали непосредственно структуру, скорее всего, Рэйчел и ее младенца, поскольку мы, точнее говоря, прошлая серия закончилась непосредственно гибелью Рэйчел и ее ребенка в театре на показе Питера Пэна. Насколько я знаю, нам осталось еще пройти где-то 2-3 главы, ну, чтобы все-таки понять, что же здесь все-таки происходит. Продолжим наше шествие по этому мирозданию, по этим чудесным локациям. Может, мы найдем что-то, и я, наконец-то, возможно, найду для себя что-то новое в этом прохождении, поскольку я, честно говоря, уже забыл, кто будет дальше следующим по этапу. Ну, что ж, начнем. Честно скажу, я точно не помню, следующий кто у нас персонаж на очереди. Но, честно сказать, вот так можно, в принципе, по всему городку ходить, вот в такое мутное, так скажем, время. Но это вызывает некую своеобразную жуть. Между прочим, есть некое предположение, а хотя нет, уже предположений нету, я уже не могу туда пройти. Я имею возможность только пройти непосредственно по той дороге, которую мне подают светлячки. Образно выражаясь, если мы считаем это светлячками. Ну, да. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, вот история Рэйчел, все-таки, ее ребенка, младенца, это действительно что-то извонное, выходящее, пробирающее. О, видите, там нас встречает новый дух. Мы, к сожалению, ускориться не можем, нам придется все-таки спокойно двигаться вперед. Что-то мне подсказывает, что следующая история будет про Стивена уже. Хотя я могу ошибаться. Насколько же это все красиво. Все-таки, если у вас будет возможность, дорогие друзья, если ваши технологические возможности позволяют, пройдите лучше игру сами, поскольку то, какие краски я здесь вижу, да, ну, точнее говоря, на прохождение, на записи, они не передадут той силы, тех эмоций, которые можно получить, непосредственно проходя игру самому. Так. Огонек завис. Угу. Стивен. Я прям угадал. Угу. Все. Огонь закаляется. Видно, скоро будет прорыв. Данные поступают быстрее, чем я успеваю их обработать. Два процессора уже сгорели. Пожалуйста, ради нашей любви, уходи оттуда, там опасно. Мне нужна помощь, Стивен. Ты должен прийти. Я могу открыть ворота вручную. Это слишком опасно. Ты не понимаешь, что происходит. Нет, ты не понимаешь. Мы можем все разгадать. Мы найдем способ. Нужно только усилить сигнал, а я сама не могу этого сделать. Увидел шанс, провел расчеты, помнишь? Это мы за все в ответе. Ты и я. А мне кажется, теперь это касается не только нас с тобой. Господи, Кейт, ты пытаешься с ним говорить, да? Кейт, нельзя. Я должна, Стивен. Да. Самоотверженная Кейт. У меня все-таки ощущение, что все-таки Кейт была настолько разочарована в Стивене, что уже была готова идти на все что угодно. Судя по всему, она через... В кавычках... Ладно, сейчас. Прослушаем, о чем тут пойдет речь. Я вернусь в деревню, найду Эви. Разделиться, плохая идея. Я тоже так думаю, но как иначе? Встретимся у моего дома, хорошо? Тогда и поговорим. Скажи, что случилось? Нет, вообще тебе стоит сегодня остаться в лагере. Завтра с утра придешь за мной, приведи Рейчел. Ей нужно вернуться к матери, позаботься о ней. Мэк! Что, Чарли? Ничего. Будь осторожен. Буду. И ты будь осторожен. До встречи. Так вот, о чем я? Мне кажется, все-таки через... Так скажем, при помощи вот данной структуры Кейт все-таки просекла отношение Стивена к себе самой, да? Она наконец-то осознала, поняла, что все-таки у Стивена дилемма. Поэтому она уже готова была на все ради своей, так скажем, цели. Хотя, мне кажется, она была так крайне одинока, что, судя по всему, она искала какой-то выход от одиночества благодаря вот этой структуре, с которой она поймала связь. Тут тоже у нас гиблые птички. Красота просто. Красотень. Посмотрите, какие тени. Еще один повод сделать скрин для рабочего стола, ребят. Все птички погибли. Опять же, есть повод задуматься, почему непосредственно нам показаны птицы? А где же люди все-таки? Почему ни одного... Что за звуки? Почему ни одного трупа мы не видим, человеческого? Видите, насколько все... Опять тут искажение пространства и времени. Заходим домой. Думаешь, ей понравится? Да в ужасном же состоянии. Все, Стивен, не думаю, что она захочет. По-моему, будет весело. Пустим тут корни, обрастем семьей. А ты уверен, что она захочет детей? Захочет остаться здесь? Место ведь ей не подходит. Не начинай снова, пожалуйста. Я про то, что у нее есть амбиции, милый. И она уже не девочка. Кстати, она не захочет сидеть дома и нянчить детей. Так ты ко мне относишься, да? Ой, брось, Стивен, я не про то. И ты прекрасно это понимаешь. Я просто говорю, что тебе придется выбирать. Если тебе нужна семья, ну ты знаешь, как Лиззи мечтает завести семью. Мама, бога ради, я сюда не за советами пришел. Просто хотел узнать, нравится ли тебе этот гребаный дом. Следи за языком, Стивен. Прости, прости. Только тебе лучше понять. Кейт – самая удивительная, необычная и замечательная женщина. Из всех, что я встречал. Она вообще уникальная. То, как она все вокруг видит, словно у нее в голове целый мир. Как же это божественно звучит. Да уж. Мне кажется, все-таки Стивен сам не разобрался, чего он хочет на самом деле. Как же тут темно. Вообще ничего. И заметьте, что все-таки видно, что этот дом, если заметили Лиса, все-таки его только-только построили. И этот домик планировался непосредственно для совместной жизни Стивена и Кейт. Тут какие-то вещи разбросанные. Ну, якобы этот дом пытались все-таки обжить. Но, судя по всему, как закончилась история. Ну, она печально, конечно, закончилась. Да, тут мы ничего не найдем особого. Кажется, есть выход во внутренний двор отсюда. Ну-ка, да, есть. Может, там что-то мы найдем. Так. Здесь вроде чистенько. Ну-ка, пройдем-ка туда. Или жуткие звуки вообще. Вот непосредственно соотношение красивой картинки и жутких звуков, это гораздо страшнее, если бы мы ходили где-нибудь в темноте, там, я не знаю, в каком-то закоулке. Это даже более жутковато, чем любой хоррор, честное слово. Хотя ты понимаешь, что здесь ничего сверхплохого случиться не может. Оно уже случилось. Очевидно, физические изменения. Ожог бабочка побледнел. Вблизи можно заметить, как изменились поры кожи. Записывая эти слова, я словно слышу их в первый раз. Как будто я и рассказчик, и слушатель одновременно. Я ученый. Я могу работать только с имеющимися данными. Они все указывают в одном направлении. Оно не в обсерватории. Оно во мне. Так, глубоко довольно-таки. Ну, судя по всему, я не знаю, что она имела в виду под данной субстанцией, с которой она контактировала, и с которой контактировал непосредственно Стивен. Лично мое мнение, кажется, что надо все-таки к этой истории подходить более приземленно, а не залетать в дебри слишком грубой формы научной фантастики, чтобы понять, ну, объяснить эту ситуацию. Все-таки, что здесь произошло. Такое чувство, как будто здесь кто-то двери дергает. Так, здесь у нас ничего нет, но я слышу телефончик. Да, точно, здесь может быть телефончик. Так, вот. Медицинский доктор. Мы пока не знаем, что это. Но это как-то связано с прошлой ночью. Стивен, твое лицо отметено. Ты думаешь, что тоже больно? Это не болезнь, Лиззи. Что-то совсем другое. Кейт говорила про структуры, но я пока не совсем понял. Ладно. Ты приходи. Мы пообедаем, поговорим по-человечески. Ты уже говорил с Кейт? Она заперлась в обсерватории. Зарлась данные. Оно уже тут, снаружи. Нужно посмотреть, как оно адаптируется. Как адаптируется? Стивен, попробуй объяснить. Нет времени. Так, Лиззи, мне пора. Оно снова движется. Я потом тебе позвоню. Все-таки мне кажется, что здесь что-то не договаривают, ребята. Мне кажется, это все-таки глюки. Вот, ребят. Это глюки и непосредственно глюки Кейт и Стивена. Поскольку давайте заметим один простой нюанс того, что все-таки остальные жители городка ничего не наблюдали. Никакого света, никакой структуры. Даже здесь Стивен непосредственно усомнился в том, что Кейт распознал какую-то структуру, имела какой-то контакт с ней, что-то в этом духе. Он сейчас только что с Лиззи разговаривал и он упомянул это. Кстати говоря, вот эту мордашку я везде вижу. Что это значит, не могу понять. Может, какие-то эти отсылки или что-то в этом духе. Так вот, на чем я остановился. Структура все-таки, мне кажется, это все-таки плод воображения. И кажется попросту, что товарищ Стивен, что дама Кейт, они просто в связи со своими глюками, не знаю, из-за чего эти глюки возникли. И, возможно, это, может, причина кроется в том, что связывало их вместе. И, скорее всего, они просто обожглись, глядя в телескоп. Туда, куда не надо было глядеть попросту. Возможно, они пытались что-то разглядеть, но и начали себе поджигать все дела. То есть, лица, кожу и так далее. Так, о, тут у нас еще будочка есть. А мы отсюда не зайдем. Надо будет дойти до туда. А, есть тут. Все-таки давайте-ка ответим на телефончик. Слушай, я пытаюсь все поправить. Я изолировал себя. Заперся в старом бункере на полустанке. Держи канал свободным. Надеюсь, ты еще жива. Я буду проверять раз в час. Кейт, я уговорил их применить газ. Не знаю, как еще это остановить. Я не смог никого спасти. Кейт, мы ведь тоже заражены. Я приготовил решение для себя. Когда удар будет нанесен, когда я все закончу, тебе тоже стоит об этом подумать. Прости меня. Прости меня за все. Улавливайте мыслю, ребят. То есть, вот подметьте один простой момент. То, что товарищ изолировал себя. Он прямо так и говорит, что я себя изолировал. Поскольку он же считал себя основным проводником. И он часто этот момент упоминает. Я не пойму, мы сюда что, попасть не можем, что ли? Скорее всего, не можем, поскольку... Вообще-то, дверь заколочена. Там написано карантин, скорее всего. Мы туда не попадем. Ну и вот. Товарищ думал, что распространяется какой-то свет. Всех заражает что-то в этом духе. И исходя из этого, он решил, что надо что-то с этим делать. Он просто видел то, чего, будучи, другие жители городка не видели. То есть, он... Не знаю, с чем это связано. Возможно, он какой-то уникальный был. Что-то в этом духе. Но, мне кажется, Стивен тут, конечно, имеет только уникальных способностей. Я не знаю, как это назвать. Так. Я слышу телефон, тут вязаная посуда. Точно, вот он. Есть же правило, никакого телефона. Теперь уже все равно. Она научилась обходить отключение связи. Что? Я не думал, что у него получится. А вот Кейт понимала, она видела, как быстро она адаптируется. Какое она умное. Господи, не говори, словно оно живое. Разумно предположить, что все здесь заражены. Мы не знаем, что... Мы заражены. Она убила всех птиц, а теперь взялась за нас. Она пытается выбраться из долины. Карантина недостаточно. Нужно устранить носителей. Нужно отрезать его от источника энергии, пищи. Я уже говорил, Стивен, бомбардировки не будет. Вариантов нет. Оно поняло, что мы будем бороться, и теперь распространяется так быстро, как только может. Карантина и отключения хватит, чтобы проблема не распространялась. За пределы долины не позвонить. Телефонные линии обрезаны. Только ты. Я непонятно говорю. Оно нашло способ, как вырваться. Радиоволны или что-то в таком духе. Все линии перерезаны, но телефоны почему-то работают. Вы все делаете правильно, но этого недостаточно. Нужно остановить его, пока оно снова не адаптировалось. Стивен. У меня семья, жена и дети. Ты прекрасно знаешь, что надо делать. Я не могу и не проси. Ты хочешь, чтобы я подписал смертный приговор своей семье? Черт, да знаю я! И я буду тут, когда полетят бомбы! Не надо мне выговаривать, слезняк ты бесхребетный! Если есть идеи, иди сюда и попробуй все уладить! Скажи там своим, что времени на раздумья нет. Скажи, что надо делать. Другого пути нет, ты должен! Да. Но все-таки мне кажется, что что-то Стивен намудрил. Он видел непосредственно то, что остальные приняли это, черт пойми, за что. Мне кажется, все-таки то, что он говорит про птиц, скорее всего, это причина гораздо более приземленная. Она кроется в том, что, скорее всего, всему виной это газ. Скорее всего. Ну, элементарно просто. Птицы полегли от газа, соответственно, там и остальные... А, мы вернулись обратно, кстати говоря. И, между прочим, можно было бы и так пройти, круг не делать. И, соответственно, люди начали гибнуть от газа, да. Многих начала протекать кровь, все дела. И многие пытались спастись из этого городка. Поскольку знали, что их ждет, да, что все начинают погибать, черт пойми, отчего. Но, так как Стивен осознал, что ему не сдержать распространение вот этой вот истории, поскольку люди начали сбегать из городка налево-направо, да. Дороги изолировали и решили сбросить уже окончательно бомбы, которые попросту уничтожили весь этот городок. Я так считаю. Поскольку это самое приемлемое объяснение тому, что здесь произошло. И мне уже, в принципе, меня не надо убеждать, что все-таки тот мир, по которому мы сейчас шествуем, да, он на самом деле реален. Скорее всего, он был реален, но его уже нет, поскольку... Давайте начнем с того, что в реальном мире, да, вот на сколько бы он максимально реально не был, не могут существовать витающие структуры или резкая смена дня и ночи. Такого быть не может в реальной жизни. Поэтому, как по мне, мы находимся в некотором уже потустороннем царстве, можно считать уже. Образно выражаясь. Футбольное поле. Опять, вы, ребят, можете со мной поспорить. Пожалуйста, как бы, пишите свои точки зрения. Но меня, к сожалению, не переубедить. Оба, на какие же звуки. Звуки такие, что хоть святых выноси. Хорошо выглядишь. Так нет. Ну, спасибо. И ты тоже. Как обживаешься? Здесь ничего не изменилось. То есть, очень приятно вернуться в привычную обстановку. Забавно так. Много времени прошло с тебе. В прошлый раз я еще могла ходить нормально. А по мне-то и сейчас в норме. Не надо. В общем-то, я жалею о том, как все получилось. Или не получилось. Или не получилось точно. Думаешь, не нужно было уезжать? Мама говорит, никогда не поздно что-то изменить. Попробовать исправить. Забавно. Она мне тут то же самое сказала. А я все думаю, что она имеет в виду. Неловко вышло. Прости. Думаю, мне пора. Что такое? Стивен. Ты женат, я замужем. Не думаю, что это хорошая идея. Разве? Старые друзья решили выпить вместе. Чего такое? Да, сомнительная история про дружбу между мужчиной и женщиной. Так, тут заперто. Скорее всего, нам придется выйти, откуда и зашли. Мне кажется, вот этот бар прямо идентичная копия того бара, который был в первой серии нашего прохождения. Ну да, прямо целиком, полностью идентичная копия. Красота какая. Бабочки витают. Ой, красотень. Я бы пожил в таком поселочке, конечно, если бы мне дали гарантию, что не будет конца света. Опять птицы везде. Так, здесь сломанный заборчик. Куда мы так пройдем? Так. Шо это? Угу. Опять краска. Везде разбросанная. Разбросанная. Тут генераторы везде. Так, а ну-ка, дайте-ка пойдем дальше. Какая красота. Вот, пожалуйста, ребят. Лишний раз тормоз, чтобы вы еще один скрин сделали себе. Так. Это мы вышли, по-моему... Если я не ошибаюсь, это что-то напоминает... Напоминает железнодорожную станцию. Так, а ну-ка, давай-ка вернемся назад. Так, да, там и были. Значит, нам наверх сюда идти надо. Опять мертвые птицы. Я не знаю, ребят. Это просто красота какая-то. Вот, глядя вот на такую красоту, как пробивает свет сквозь деревья, ощущаешь вот некую только безысходность. Я не знаю, как вот объяснить это, но вот это ощущение одиночества и смертности. То есть, то, что мы все-таки... Как бы там... Я не знаю, как это объяснить. Ну, мы бренные. Вот все, что я могу сказать. Я не заметил. И все же они это делают. Тебе кажется? Стивен. Они на меня глазеют. Вчера ходила в деревню. Какая-то старуха остановилась посередине дороги и смотрела на меня так, словно у меня две головы. Ой, не преувеличивай. Я как из цирка уродов. Ужасно замкнутое место. Не понимаю, как ты вообще тут вырос? Я раньше был совсем другим. Да и не такие ужасные тут люди. Легко тебе говорить. Дай им шанс, Кейт. Мы же договорились. Год здесь. Потом сможем перевестись в Лосилью. Стивен! Ой, это же Лентом. Стивен Непплтон. Я так и думал, что это ты. Все говорят про твою жену Янки. Хе-хе-хе. Здравствуйте. У меня словно две головы. Привет, Янки. Словно две головы, да, все-таки? Так. Ну-ка, давайте-ка вот туда пройдем. У меня такое чувство, что я слышу опять еще какой-то... Еще один телефон. Вот заметь, что везде здесь разбросаны чемоданы. Что люди пытались все-таки отсюда по-быстрому урвать. Так, мне интересно, мы если туда сделаем крюк через вот эту... Через вот этот пролет, куда мы придем. Насколько это печальная картина все-таки. Тушенки разные. Насколько не проходя эту историю, все равно она цепляет. Но заметьте все-таки, игра она масштабная. Эта игра очень масштабная. Я просто считаю лично, что... Вот... Я об этом говорил, еще раз повторюсь. Что такие огромные проекты не делаются для того, чтобы сделать поверхностную историю. Она, конечно, довольно замудренная. Но, с другой стороны, она довольно-таки примитивная. То есть, она... О простых вещах. Давай-давай-давай-давай-давай. Дорогой Стивен. Я не знаю, услышишь ли ты это когда-то. Может быть, ты... Решил остаться с Кейт. Не могу тебя за это винить, но... И ждать тебя тоже не могу. Я должна заботиться о ребенке. На самом деле. Надо было давно уйти. Сейчас у меня просто не осталось оправданий. Но я люблю тебя, Стивен. Надеюсь, ты найдешь счастье. О, самолет уйти. А-а-а. Ну-ка. Я ошибся, ребят. Все-таки предыдущая история была чисто про Лизи. Там речь все-таки шла о ее ребенке. Понятно, что Лизи погибла на вокзале. При падении бомб. Фу, мурашки, похоже, ребят, вообще. Пробивает насквозь. Господи. Откуда идти-то дальше? Как же это все печально. Без комментариев. Вообще. Это от головной боли. Не могу больше. У меня так кровь из носа не текла с детства. Но в деревне ты не был. Нет, два дня уже не был ни там, ни дома. Только с Клаевым из комитета по телефону говорил. То есть я пытался, но линии связи перепутаны. Ни с кем напрямую не контактировал? Нет, ни с кем. А ты вообще о чем? Что происходит? Это структура. Она снова адаптировалась. Прямого контакта для заражения уже не нужно. Она распространяется по телефону. Что значит прямого контакта? Стивен! Даже говорю, что... Непосредственно Кейт и Стивен только видели это. Чтобы это не было. Так, у нас здесь передатчик. Кэтрин Коллинз. Будущем поколении. Все кончено. Не знаю, сколько у меня времени. Что он там попросил, что было на самолетах. У меня горят легкие. Может быть что-то нервно-паралитическое. Газы. Наверное, только контакт со структурой позволил мне прожить так долго. Собираюсь в шестую башню. Посмотрю, можно ли объединить сигналы из оптической системы. Надеюсь, у меня получится. Ну, естественно. Мы же тут говорим непосредственно о паралитическом. Вот, пожалуйста. Газики. Ну, надо все-таки понимать, что люди погибли мгновенно. Прямо мгновенно погибли. Мгновенно от газа люди не гибнут. Это надо понимать. Так что бомбы были газовые сброшены. Да. И люди начали жаловаться на то, что у них течет кровь. И головные боли. Это первостепенно. Но так как люди осознали, что с их здоровьем что-то происходит, они начали в панике убегать из городка. В этот момент Стивен понял, что надо решить вопрос о бомбардировке. Чтобы вот эта, типа, зараза, я не знаю, как это назвать, не распространялась налево и направо. И решили бомбануть несчастный городок. Лично мое мнение. Клайв, это Стивен Эпплтон. Ты слышишь меня? Прием. Ответь, Клайв. Ты слышишь? Черт. Кейт. Кейт, это Стивен. Шестая башня. Ответь. Кейт, ты слышишь? Кейт. Кто-нибудь меня слышит? Алло. Говорит доктор Стивен Эпплтон из зоны карантина. Меня кто-нибудь слышит? Прием. О нет, господи. Нет. Черт возьми, нет. Ну да, жуть какая. И опять то же самое. Везде. Вот теперь сиди и гадай. Показал, что дверь открылась. Да. Так. Туда мы еще не ходили, насколько я помню. Ну-ка, ну-ка. Так, мы если пойдем, куда выйдем. По-моему, мы так вернемся обратно. Так, а ну-ка, давай-ка туда пойдем. Одни эмоции, ребят. Ну, тут уже, мне кажется, Стивен, скорее всего, там он остался один. Единственный. Живой. Как по мне, только он и Кейт. Они самые последние из выживших остались. Так, здесь мы были? Нет, не были. Эпплдон. Эпплдон. Что ты здесь делаешь? Ублюдок, ты вороватый. Я знал, что это ты. Слушай, бери, что хочешь. Только потом уходи. Пойми, ко мне нельзя подходить. Рисуешь свои дебильные каракули. Еду воруешь. Ты всегда был гаденышем. Пожалуйста, с каждой секундой, пока ты рядом, становится хуже. Я основной проводник. А ну, поди сюда, скотина. Не трогай меня. Сэм, что ты делаешь? Приходи сюда. А ты нас еще командовать пытается. Сэма, сэма. А мы чего у тебя здесь, ты со своей долбанной бабой? Сэм, сэм. Да, она все послушает. Сэм? 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 Мэг, пожалуйста. Не подходи ко мне. Мэг. Мэг, Мэг, подожди. Не трогай меня. О, Господи. Пожалуйста, поверь, это был несчастный случай от нее. Отпусти меня. Чарли, правда, это случайно. Оставьте упокой, оставьте. Что ты наделал, Эпплтонах? Ты упрюдок. Пойдем, Чарли, пошли. Мэг, Чарли, пожалуйста. Пойдем, Чарли, пошли. Мэг, Чарли, пожалуйста. Ну, короче, судя по всему, Стивен применил силу. И не слабую. Ну, понятное дело, что не специально, но мне все-таки кажется, что он уже перегнул палку. Причем сурово перегнул. Ученые совсем с катушки слетели. Я же всегда говорил сестре, не надо так часто пялиться в телескоп. Вдруг тоже с катушки слетишь. Так. Тут интересно, мы попадем в домик? Ага, я что-то слышу интересное. Так, 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 так. Дом начальника станции. Говорит Говард Лэпкем. Говард, это Клайв. Клайв Смит, выслушайте меня и не задавайте вопросов. Сможете? Да, смогу. Но зачем вы звоните? Комитет по чрезвычайным ситуациям объявил карантин. В деревне эпидемия гриппа. Мы приостановим работу железных дорог и перекроем дороги обычные. Вам придется много общаться с людьми, Говард. Говорите им, что все под контролем и что через пару дней ситуация нормализуется. Ясно. Откройте аварийный склад. Там плакаты и все в таком духе еще со времен войны. Берите все, что может пригодиться. Забрите все здания, которые не используются. Расклейте плакаты. Проверьте, чтобы везде был полный порядок. Вы военный, так что вы понимаете меня. Все должны делать свое дело, слушаться приказов. Ясно? Ясно. Пожалуй. Вот и хорошо. На вас можно положиться. Боже, тут шам больно. Это что было? Да. Вот это, конечно, ломает все предположения, сделанные ранее. Хотя, кто его знает. Вполне можно сделать предположение, что все вот эти излишества, да, вот в этих диалогах, да, они не специально здесь разбросаны. Возможно, для того, чтобы совсем скрутить мысли, чтобы можно было бы вообще окончательно запутаться. Вот здесь тоже везде кровь. Вот здесь кто-то лапал кровавыми руками. Ох ты, посмотрите. Макет городка. Тут у нас бинокль. Так. Нет, мы вот это включить не можем. Но здесь у нас свет можно включить. Ох ты, посмотрите, какая красота. Вот так. Ладно. Нет времени играть. Так. В туалете мы были же, да? Или были же, да? Нет, это не туалет. Это комната. Не вижу, что тут написано. Тоже кровавые салфеточки. Ну, одним словом, стандартная история. Везде. Так. Я думаю, мы уже где-то... Ой. Че, мы не спускаемся? Еле-еле спускаемся. Но мы уже близки к кульминации, я чувствую уже. Так. Двинемся дальше. Мне казалось, или дух где-то там витает? Дух или структура? Опять же, это еще дискуссионный вопрос. Что... Что это может быть? Ага, вон, вижу. Сижу в темноте. Ем что-то холодное. Из консервной банки. Прямо руками. Повторяю себе. Меня зовут Кэтрин Коллинз. Меня зовут Кэтрин Коллинз. Словно я могу заставить мир признать мое существование. Строго говоря, время больше не имеет значения. Самое большее я отмечаю дни на стене. Как пещерный человек. Я так понимаю, она надолго зависла в этой обсерватории, точнее говоря. Она надолго застряла. Скорее всего, они долго мучились. И Стивен. И Кэйт. Потому что они, по сути дела, остались единственными выжившими в этой истории. Так, мы же здесь вроде были. Нет? Да. На станции мы были. Мы просто сделали большой крюк. Но. Так. Теперь надо вроде топать обратно. Ну, конечно, мы здесь были уже. Я так понимаю, после падения бомб, Кэйт еще, наверное, несколько дней мучилась. Вот так. Обгрызая последние тушенки, чтобы хоть как-то выжить. Так. Я уже забыл, честно сказать, куда мы вообще движемся, как движемся. Ага. Вон, 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 куда нам надо. То есть, по сути, мы вернулись обратно. Но. Только это во дворе или нам нужно обойти? А нет. Снова давит на глаза. Не могу пошевелить ногами. Я не чувствую лица. Когда я упала, свет ждал меня. Поймал и опустил сюда. Теперь он стекается к моим ногам. Наблюдает. Принтеры выбрасывают страницы за страницей. Заполняя их нолями. Она тоже боится. Все будет хорошо. Я о тебе позабочусь. Я одинокая. Она напугана. Она проделала такой путь. Все будет хорошо. Теперь мы будем вместе. Десять секунд до объединения сигналов. Мы будем вместе. Три секунды. Три. Да. Так. Чувствую, здесь что-то должно быть. Только я не знаю. Я отсюда не пройду. Наверное, придется круг делать. Придется делать круг. Не знаю. Хотите меня убеждать сколько угодно, но мне кажется, что... Здесь все-таки речь идет не о каких-то сверхъестественных моментах, да. А просто... Вот представьте себе состояние человека, да. Который уже в состоянии агонии предсмертной уже видит то, что в реальности не существует. Скажем, если давайте вспомним хотя бы доктора, да, в первой локации прохождения, да, он как только начал умирать, когда у него начала вытекать кровь из носа, когда он начал умирать потихоньку, начал видеть жидкий свет, который при жизни, при нормальном состоянии он видеть не мог. Но почему-то Стивен и Кейт единственные товарищи, которые наблюдали эту субстанцию, как бы ее ни называть. Может, нужно с нами попроще, с обычными людьми? Ух ты. Обычными людьми вроде Лиззи Грейвс. Ты на самом деле думал, что я не узнаю. Френд мне рассказал. Или ты забыл, что в этой чертовой дыре есть один человек, что со мной говорит? Кейт, мы просто выпили. Можешь не стараться, Стивен. Господи, может. Кейт, успокойся. Ты быть не обручен, Стивен. Мы почти пожелились. Да брось, просто выпили, вот и все. Тогда какого черта ты мне не сказал? Я знал, что ты рассердишься, а потом дело дойдет до ссоры. А ты хотела подготовиться к ночи. Так это ты решила мне так помочь. А я еще должна тебе спасибо сказать. Не надо из меня дуру делать. Ты слишком переживаешь, я понимаю, ты устала? Нет. Подходи ко мне сегодня. Иначе ты мне все захотишь. Кейт. Кейт, хватит. Это уже слишком. Да. Ну, я должен сказать, что актеры дубляжа очень хорошо поработали. То есть, настолько качественно произвести озвучку, да, это дорогого стоит. Актерская игра такая, что вот эти ссоры, да, они реально даже через вот эти проекции, да, ты ощущаешь вот эту боль, которую переживают персонажи. Так, судя по всему, да, вот здесь по линиям вот этим электросетям надо двигаться вперед. Так, там мы что, да, мы там были, это там кафешка, забегаловка. Там мы ничего не обнаружим. Ну, судя по всему, нам сюда надо. Потому что все... Да, 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 да. Я так говорю, что здесь, почему вот эта штука здесь моргает? Оказывается, не просто так. Да. Вспомнил. Нам сюда, в бункер. Да. Друзья мои, перед вами бункер, в котором прятался Стивен. Когда, ну, перед тем, как рванули бомбы. Так. Ну, мы здесь подходим уже к... К некому концу. Ну, генератор работает. Опять краска. Кстати, говорю, вот, заметьте, вот эти все узоры, которые были везде обрисованы, да, вот, узоры бесконечности, какие-то впрыски, узоры, это все рук... дело рук Стивена. Не знаю, зачем вот это делал. Мама очень расстроилась, заставила его отнести лесу в сарай и ухаживать за ним. А он уже тогда держался особняком от нас. Много часов проводил с лесой, рассказывал ей про Италию и деревни, которые они там побили. Я... кажется, я ей завидовал. Лисе доставалось больше внимания, чем мне. Но она умирала, это все понимали. Как-то я стащил на кухне бутерброд, чтобы ее покормить. Мне всего 8 лет. Тогда она меня укусила. До сих пор помню испуг, боль, злость. Я бежал по саду, плакал, а мама кричала про бешенство. Отец забил лису лопатой. Он потом плакал. Она не знала, сынок. Не знала, что тебе будет больно. Глупый, бедный, раненый живой. Вот и оно не знает, что нам больно. Боже, помоги нам. Оно выбралось из долины. Теперь оно повсюду. Прошло 3 часа после того, как появились самолеты. Ни с кем не могу связаться на коротких волнах. Похоже, я сделал ужасную ошибку. Ну, естественно. Ну, вот зачем. Ну, кто тебя просил бомбить весь городок? Для начала, зачем тебе надо было их травить, когда они даже не представляли, с чем имеют дело, да? То, что они обнаружили, увидели на астрономической башне, да? Это повергло их в шок. Но это не означало, что все жители городка понимают, с чем они столкнулись, да? Вот если прогнать от начала до конца, ты начинаешь осознавать, что все-таки только Стивен и только Кейт могли контактировать вот с этой структурой. Контактировать, не контактировать, я не знаю. Но, тем не менее, они ее лицезрели и пытались понять, что же это такое. И почему-то им казалось, что это распространяется вокруг. То есть, это все, так скажем, поглощено вокруг этим светом, да? И они пытались это остановить. Ну, там понятно, там была кроватка, судя по всему, где спал Стивен. Но тут есть ощущение, что он долго здесь пробыл. Возможно, учитывая, что вот эти все формулы, которые он туда прислал, сколько тушенки вот там, заел тут что-то вот, шкафы разбросанные. Судя по всему, он еще здесь, я так понимаю, пытался разобраться, то есть, что же это такое, делая вот эти вычисления, его уже все взбесило, он начал тут разбрызгивать краску, то есть, разбрасываться вот этими бочонками, ведрами, и начал крушить все вокруг. Вот даже шкаф. Закинут. Все очень-очень паршиво. Короче, видно, что Стивен все это время долго-долго мучился. И тут ощущение, что по итогу он вычислил какую-то формулу интересную. Снотоки физики-астрофизики, пожалуйста, поделитесь с нами своими мыслями. Что же он в итоге вывел? Или это, опять же, плод его больного воображения? Как и все прочее. Хотя, больное воображение, это понятие относительное. Жизнь, она довольно непредсказуемая. Давай. Что ты такое? Ты ведь меня понимаешь. Но никого больше не осталось. Только я. Ты ведь знаешь, что я сделаю. Хочешь света? Ладно. Будет тебе свет. Но после меня никого не будет. Ты снова окажешься в одиночестве. Навсегда. Как и раньше. Ты у меня забрала всех, кого я любил. Заставила делать такое, о чем я и подумать не мог. Но если ты думаешь, что я с тобой пойду... Кейт? Подожди. Стой. Кейт. Облил себя бензином, облил все вокруг и поджег себя. Вот такая вот печаль беда, ребят. Вот канистры везде разбросаны. Вот так и ушел из жизни основной проводник. Только вот проводник чего? Это уже отдельная тема для разговора. Говорит Кэтрин Коллинз. Не знаю, услышит ли кто-нибудь это. Все кончено. Осталась только я. Кейт. Ну что ж, друзья мои, я думаю, на этом пока что все. Осталось нам пройти последнюю главу. Последнюю главу истории Кейт. Все-таки у меня чувство такое, что Кейт и Стивен обладая неким своеобразным свойством, скорее всего, то, что их связывало, имели возможность видеть то, чего другие не могли видеть, будучи живыми, а только могли видеть, будучи непосредственно на краю жизни и смерти. То есть, перед смертью. Я не знаю, какую силу смогли воскресить или оживить Кейт и Стивен, воссоединившись вместе, но их не только любовь, да, но еще и научные усилия совместные, я не знаю, каким-то боком из глубин Вселенной вызвали силу, я не знаю, необъятную, которая перечеркивает все наши понимания о жизни и смерти. Это слишком глубокие мысли, я, в принципе, понимаю, что я хочу этим сказать, у меня есть на это свои соображения, да, но чтобы полностью свои мысли более правильно сформулировать, более четко распределить все за и против, да, чтобы прийти к некоторому четкому знаменателю, да, я думаю, все-таки мы с вами пройдем последнюю главу и под конец уже проведем итоги и на этом пока остановимся, а дальше посмотрим. Эх, ребята, уже 11-й час, точнее, кого там 11-й, уже 12-й час, мне пора уже спать завтра, трудный день, так что, ребятушки, спасибо вам огромное, что были со мной, пожалуйста, поделитесь хоть каким-то комментарием, а то что-то скучно совсем. Желаю вам спокойной ночи, целую вас, вас всех, люблю, обнимаю, до скорого. гостин – Продолжение следует...